Вопрос о равенстве классов сложности PNP – это одна из центральных открытых проблем теории алгоритмов уже более трех десятилетий. Если на него будет дан утвердительный ответ, это будет означать, что теоретически возможно решать многие сложные задачи существенно быстрее, чем сейчас. Отношения между классами PNP рассматриваются в разделе теории алгоритмов, который называется теорией вычислительной сложности. Она изучает ресурсы, необходимые для решения некоторой задачи. Наиболее общие ресурсы – это время и память. Проблема равенства классов PNP является одной из семи задач тысячелетия, за решение которой математический институт Клэя назначил премию в миллион долларов США. История. Впервые вопрос о равенстве классов был поставлен Стиваном Куком в 1971 году и, независимо, Леонидом Левиным в 1973 году. В настоящее время большинство математиков считают, что эти классы не равны. Согласно опросу, проведенному в 2002 году среди 100 ученых, 61 человек считает, что ответ не равны, 9 равны, 22 затруднились ответить и 8 считают, что гипотеза невыводима из текущей системы аксиомы, таким образом не может быть доказана или опровергнута. Попытки доказательства 6 августа 2010 года сотрудник исследовательской лаборатории Хьюлит Покарт Палальтовина и Диалаликар разослал некоторым ученым на проверку свое доказательство неравенства PNP. Стивен Кук назвал его припринт относительно серьезной попыткой решения проблемы ПВСНП. Однако уже в том же месяце были найдены недостатки в доказательстве. Диалаликар заявил, что в следующей версии доказательства он постарается учесть все замечания. На вики-странице Диалаликар ПВСНП Папер, связанной с проектом Полимат, приводится критический анализ, собраны предполагаемые ошибки и некоторые опечатки в работе Диалаликара. Там же можно проследить за онлайн-реакцией на предложенные доказательства. Более полный список публикаций авторов, которые заявляли, что доказали или опровергли равенство классов PNP, можно найти на странице Герхардова Егенджара из Технологического университета Индховена, Нидерланды. Защита, предполагающая отсутствие равенства классов PNP. Любая криптосистема с открытым ключом базируется на предположении существования односторонних функций или крайней затратности решения некоторой задачи. Для защиты компьютерных систем от злоупотребления услугами запрашивающей стороне предлагается решить задачу. На поиск решения которой тратится достаточно много времени, а результат легко и быстро проверяется обслуживающей стороной. Примером такой защиты от спама может служить система HashCash, которая использует хэш частичной инверсии при отправке электронной почты. В системе Биткоин требуется, чтобы получаемая хэш-сумма была меньше специального параметра. Для поиска нужной хэш-суммы требуется ее многократный пересчет с перебором произвольных значений дополнительного параметра. На поиск одной хэш-суммы все компьютеры системы тратят примерно 10 минут, что регулирует скорость эмиссии новых биткоинов. Для проверки требуется лишь однократное вычисление хэша – отображение в искусстве. Во второй серии второго сезона сериала элементарно описываются потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в случае успешного нахождения решения равенства классов по EMP для прикладных случаев. Во второй серии первого сезона сериала «О числа» один из главных героев пытался решить эту задачу. В сериале «Футурама» можно заметить папку с заголовком «P равно NP». В сериале «След» расследуется убийство профессора, пытавшегося решить проблему равенства классов P и PN. В компьютерной игре «Майнкрафт» в главном меню иногда случайно появляется надпись «NP is not NP». Продолжение следует...